Замечательным примером деревянного зодчества Рязани является дом Херасковых, здание с колоннами и мезонином. Памятнику культуры повезло со статусом, но не с уходом. Уникальная постройка, единственное сохранившееся в городе деревянное здание в стиле ампир, уже много лет находится в аварийном состоянии. Здание было построено в первой четверти 18 века помещиком Серовым. В те годы подобные дома для провинциального города были типичны. Внутри постройки располагалась анфилада комнат, соединявшихся между собой арками, а наверх в светелку вела крутая деревянная лестница с резными перилами. Дому Серова повезло больше остальных. Особняк был полностью сделан из дуба. Вероятно, именно это помогло ему выстоять целых два века без существенного ремонта и масштабных реконструкций. Сегодня здание находится в плачевном состоянии. Частично разрушена балюстрада, приходит в негодность каменный фундамент. Срочного ремонта требует крыша. Днем у подножия постройки раскидывается стихийный рынок, а портик особняка используется под склад товаров и свалку пустых коробок. Здание не числится в реестре муниципальной собственности с 2004 года. В более цивилизованном городе такой дом уже давно бы отреставрировали и взяли под охрану, и с гордостью показывали бы туристам. Возможно, организовали бы какой-нибудь музей. Но мы живем в Рязани. Мы знаем, что существует хорошая практика в других регионах, когда из тех самых руинированных зданий создают, можно сказать, воссоздают эти здания. К примеру, сам я был в Ярославле буквально весной 2017 года. Там создан целый историко-культурный комплекс в одном из сел, где в различных старинных зданиях находятся музеи, гостиничные комплексы. Все здания очень хорошо отреставрированы, за ними следят, и они приносят прибыль в бюджет Ярославской области. Когда квартиры в таком старом доме выкупают организации или частное лицо, считается, что зданию повезло. Значит, пока не подлежит сносу. В то же время, по закону об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, новый владелец или арендатор здания, представляющего собой историческую ценность, объект культурного наследия, берет на себя обязательства по его ремонту и сохранению. Собственник не только не занимался реставрацией, но и продает дом на довольно странных условиях. Я по поводу продажи дома на улице Свободы. Вам удобно говорить? Да, удобно. Актуально еще это объявление? Ну да, продается. Обязательство перед Министерством культуры сохранить его фасад, внешний вид. Но площадь можно увеличить. Вот у нас проект, как раз мы увеличили площадь. Стало там 680 квадратных метров. Сейчас там 200 с чем-то, а вот по проекту 680. Нам запроектировали земли там 700. Еще к нему прилагается. Собеседник также рассказал, что несколько лет назад здесь хотели открыть ресторан. Также были планы организовать гостиницу или жилой дом. По проекту площадь здания 300 квадратных метров. Впоследствии владелец получил разрешение на его расширение практически в два раза. Вместе со зданием продается прилегающий к нему земельный участок площадью 7 соток. Владелец заявил цену в 12 миллионов рублей. Администрация, а также инспекция по охране объектов культурного наследия должна пристально следить за проведением данной сделки, потому что статус объекта культурного наследия регионального значения, который имеет этот дом еще с 1968 года, накладывает охранные обязательства на его фасад и, скорее всего, на внутренние интерьеры. Как сложится судьба этого многострадального уникального дома, вероятно, покажет только время. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».